МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Север. Студия Ольга Русул. Здравствуйте в этом выпуске. Вводить ли QR-коды свое отношение к этому вопросу сегодня озвучил депутат Госдумы от Ненецкого округа Сергей Коткин. В Ненецком округе стартовала битва лучших. На площадках образовательных учреждений Заполярной столицы молодые профессионалы WorldSkills Russia будут соревноваться в 12 компетенциях. Заполярное Финоугорие. В поселке Красное состоялся шестой межмуниципальный праздник, посвященный Дням родственных финоугорских народов. Об этом не только в ближайшие 20 минут. Внимание, штормовое предупреждение. Ночью 1 декабря ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду. Под действием неблагоприятных явлений попадают поселок Бугрино, Шойны, Киа, Чижа и Несь. В связи с этим, Главное управление МЧС России по Ненецкому округу рекомендует жителям плотно закрыть дома все двери и окна, убрать с балконов и лоджии предметы, которые могут выпасть наружу. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередач. Опасаться элементов кровли, сорванных ветром, выбитых стекол, на строящихся или ремонтируемых зданиях. Не находиться рядом с деревьями и не парковаться рядом с ними автомобили, так как сорванные ветром сучья представляют опасность. Если скорость ветра достигает критической отметки, то держаться дальше от окон дома или рабочего помещения. Осудили на 4 года. Экс-сотрудник ДПС лишился свободы после аварии со смертельным исходом. Мужчина признан виновным в халатности. Это 293-я статья Уголовного кодекса России. Напомним, 12 июля 2020 года поздно вечером на Лавожской дороге произошла авария, в результате которой погибли две женщины 1980 и 1990 года рождения. Перевернулся автомобиль Митсубиши Л-200. Пассажирка автомобиля скончалась на месте. Также в Ненецкую окружную больницу была госпитализирована водитель с тяжкими телесными повреждениями. Впоследствии она скончалась. Судом первой инстанции установлено, что инспектор ДПС, находясь при исполнении должностных обязанностей, пересел из служебного автомобиля в машину своей знакомой. Женщина села за руль, будучи в состоянии алкогольного опьянения, и начала движение. Экс-полицейский не пресек противоправное поведение знакомой. Произошла авария. Наринмарский городской суд в августе 2021 года признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3. Статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации. Халатность. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года. С лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 2 года 6 месяцев. Подсудимый не согласился с решением и подал апелляцию. Однако она не была удовлетворена. Приговор вступил в законную силу. И теперь об эпидемической ситуации. За прошедшие сутки в Ненецком округе зарегистрировано 10 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу. В числе заболевших 9 жителей Наринмара и один привозной случай заболевания из Архангельска. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3 219 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 2943 человека. 9 человек за прошедшие сутки. В регионе зарегистрировано 74 летальных исхода от коронавируса. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 189 человек еще одного пациента. Коронавирус подтвержден результатами исследований методом ИФА. В целом на лечении в регионе находится 190 человек. Из них стационарное лечение получают 29 человек, амбулаторное 161. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности. Посты и педконтроля в аэропорту Наринмара, на посадочных площадках, в Нижней Пёше, Оме и Неси. Также действует обязательный масочный режим системы QR-кодов. При посещении общественных мест и мероприятий. Постановление главного государственного санитарного врача по Ненецкому округу об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Депутат Государственной думы от Ненецкого округа Сергей Коткин прибыл в регион в рамках очередной региональной недели. Сегодня он провел пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопросы журналистов. Пресс-конференция началась с самых острых вопросов, которые беспокоят жителей региона больше всего. И в первую очередь это введение QR-кодов, ограничивающих передвижение внутри страны и региона. Вопрос вынесен на рассмотрение Государственной думы. Сергей Коткин отметил, что окончательное решение, как будет голосовать, еще не принял. Но, по мнению парламентария, введение QR-кодов не нарушает статьи Конституции. В точку зрения свою выскажу по этому вопросу. Но это не значит, что я уже принял решение, как буду голосовать по этому вопросу. Безусловно, мы будем еще обсуждать то, что я сказал. И в итоге уже выработаю какое-то решение перед отлетом с Ненецкого автономного округа. Прежде всего, никакого нарушения Конституции нет. О том, что мы будем вводить эти коды. Есть абсолютное право по Конституции, есть право относительное. Так вот, право на жизнь является абсолютным правом по Конституции, которое не может быть ограничено никакими федеральными законами. Это право на жизнь. И это право на жизнь имеет каждый из нас. И это право не допускает никакого режима, чрезвычайного положения, какие-то другие обстоятельства. Это абсолютно. Но есть и относительные права. Это право на передвижение, право на участие в культурной жизни и многие другие. Так вот, право на жизнь, оно всегда будет первоочередным. Сегодня по смертности у нас практически в день вымирает по крупному населенному пункту. По крупному населенному пункту. Это практически военное действие. По смертности Россия занимает чуть ли не самые передовые места в целом мире. Почему? Потому что у нас есть вот такие люди, которые говорят, что нас чипируют, нас заставляют вакцинироваться, нас кодируют, значит, лагеря и прочее. Это прививка сегодня не от того, чтобы не заболеть. Это прививка от смерти. Исходите из того, чтобы защитить людей. Те, кто хочет жить. Те, кто жить не хочет, не хочет прививаться, сидите дома. Не подвергайте риску своих родных, близких и окружающих людей. Вот из этого я буду исходить. А какое решение примет, пока не знаю. Кроме того, Сергей Коткин рассказал журналистам о том, как идет работа над поправками в закон о публичной власти. Напомню, этот документ регулирует отношения в сложносочиненных субъектах, таких как Ненецкий автономный округ, и предусматривает прямое финансирование из центра. Однако, по мнению парламентария, целесообразно сохранить прежние договорные отношения. При этом он считает, что угрозы автономии нет. Я очень предметно проработал этот вопрос со всеми автономными округами и с областями. Их всего две. Безусловно, Государственная Дума будет принимать решение отдельно для Ненецкого автономного округа. Никто никаких решений принимать не будет. Это будет решение общее на все автономии. Значит, есть мнение о том, что нужно сохранить договорные отношения с субъектами. Нужно сохранить субъектность, я подчеркиваю, субъектность автономных округов, чтобы они были субъектами. Сергей Коткин добавил, что окончательное решение в этом вопросе будет приниматься, исходя из предложений всех сложносочиненных регионов. Илья Сахаров, Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Заработать на карманные расходы центры занятости населения ведет прием заявлений на временное трудоустройство подростков в 2022 году. Традиционно принять участие в компании может молодежь в возрасте от 14 до 18 лет, желающая работать в свободное от учебы время. Сейчас центр занятости населения формирует базу работодателей на 2022 год. В основном в свободное от учебы время подростки могут заработать на карманные расходы по профессиям. Рабочий по благоустройству населенных пунктов, подсобный рабочий, уборщик производственных и служебных помещений, дворник, делопроизводитель, архивариус, курьер или фасовщик. Подать заявку с предполагаемым периодом работы, а также оставить свои контактные данные, можно в Центре занятости населения в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Расположенном по адресу город Наринмар, улица Смедовича, дом 9Б. Дополнительную информацию можно получить в Центре занятости населения или по телефону, который вы видите на своих экранах. По итогам 2021 года на временные работы в свободное от учебы время было трудоустроено 755 подростков, в том числе 216 из сельской местности. Для этого Центр занятости населения заключил 129 соглашений с 77 работодателями региона. В этом году лидером среди работодателей по числу трудоустроенных подростков стал комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию. В Наринмаре наградили победителей международной акции «Диктант Победы». Мероприятие проводится в России и странах ближнего и дальнего зарубежья третий год подряд в целях привлечения общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышение исторической грамотности, патриотического воспитания молодежи, сохранение памяти о том, какой высокой ценой была достигнута победа. В этом году участие в международной акции «Диктант Победы», которая прошла 29 апреля, приняли более полутора миллионов человек. Один из победителей диктанта Шамиль Рабаданов участвовал впервые. Задание теста оценивает как сложное. «Самым сложным был вопрос, это, наверное, был единственный вопрос, который я, может быть, угадал, это кто на фронте воевал вместе с Никулиным и впоследствии работал с ним в цирке. То есть не совсем, может быть, имело отношение к войне истории, но самый сложный был для меня вопрос». «Диктант Победы-2021» участники акции писали онлайн. За 45 минут они должны были ответить на 25 вопросов, которые были посвящены знаменательным датам, событиям, военной географии, историческим личностям, а также произведениям о войне, изобразительного и монументального искусства. «Вопросы действительно очень сложные. Есть простые вопросы, но вопросы сложные. Необходимо все-таки читать про события, читать про военные операции, читать про наших героев Великой Отечественной войны, то есть имена, фамилии, годы, название операции. То есть достаточно сложный диктант». Основная цель мероприятия – сохранение исторической памяти, повышение уровня исторической грамотности общества, поощрение изучения истории Великой Отечественной войны. «Я убедился в том, что вот в этот диктант победы, который приняли ребята, вот учащиеся не только молодежи, а все жители Нинскоавтономного округа, это еще раз мы отдали дань памяти, вот уважения всем тем, кто прошел от Сталинграда и до Берлина всю Европу, нашим отцам, дедам, прадедам, еще раз помнили, еще раз почтили их память». Все победители акции «Диктант победы» отмечены дипломами и памятными призами. Ольга Русул, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Битва лучших. В Нинницком округе стартовал WorldSkills Russia. На площадках образовательных учреждений Заполярной столицы молодые профессионалы будут соревноваться в 12 компетенциях. На протяжении четырех дней участники выполнят модули, по которым будут начислены оценки о том, как прошел второй день чемпионата в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Наложение швов на тонкой салфетке – ювелирная работа. Необходимо не только правильно их сделать, но и не повредить материал. Ирина Литкова умело управляется приборами. Для участницы зашить рану – самое легкое задание на площадке. Это считается как кожный покров животного. То есть кожа у нас обычно эластичная. И получается вот эта ткань, она, ну как бы, ну хорошо на ней зашивать, удобно. Вот, но при этом нужно все сделать, ну физически, химически, обработки, ну рану, для того, чтобы уже зашивать. Одно из самых сложных заданий, по словам участников, – клинический осмотр козы. Вячеслав Чупров не первый раз работает с животными, поэтому осмотр провел нахорошо. Нужно проверить температуру, послушать дыхание, сердцебиение, посмотреть все слизистые оболочки. Полный осмотр животного. Осмотр то, что у нее немного есть проблемы с сердцем и с дыханием. И это надо дополнительные исследования проводить. Участников компетенции ветеринария ждет три модуля. Первое – это лабораторные исследования. Ребятам необходимо проверить на антитела иммуноферментный анализ. Второй блок – экспертиза. Здесь оценивают овощи на качество продукции. Самый обширный блок – третий – диагностика. Тут образуется институционная задача, где ребята должны провести клинический осмотр козы, провести клинический осмотр собаки или кошки, сделать УЗИ, поставить диагноз, назначить лечение, если есть возможность, или же дать рекомендации. Следующее задание в этом блоке – это резекция и ушивание раны хирургическая. Для стерильности должны соблюдать и правила септики, и антисептики. Четвертое – это ортопедия. То есть мы должны уметь и обрабатывать копыта оленям, коровам, козам и так далее. И последнее задание – это лечение абсцессов гнойной раны. Таким образом, чтобы ребята могли собрать сопроводительное письмо, отправить содержимое абсцесса на лабораторию и назначить лечение. УЗИ брюшной полости животных проходит при помощи волонтеров. Участники должны не только найти все органы, но и выдать диагноз. Животное чувство прекрасно. У нас девочка сегодня, обычно у нас собачки, как вы помните, у нас грифоны всегда. В этот раз грифоны решили отдохнуть, может быть, завтра придут. Сегодня у нас 18-летняя кошечка, которая очень сильно ждет дом, ищет дом. Потому что у нее хозяйка умерла. Но она прекрасно себя чувствует, живет она у нас в клинике. Сделали УЗИ, здорово будет жить дальше. Компетенции стали более узконаправленные. Вместо большого количества животных, которые были раньше, сейчас осталось только два вида. Важно показать, что у нас есть возможности, у нас есть оборудование. У нас ребята хорошо могут показать себя с хорошей стороны. И не было такого сильного напряга. Потому что ребята очень сильно устают после таких больших заданий. За каждым участником на всех площадках наблюдает представленный эксперт. Задания из года в год меняются, становятся более сложнее. Исламу Талимца второй год участвует в компетенции «Лабораторный химический анализ». Юноша с химией на «ты». Однако некоторые задания сумели ввести его в ступор. Сложнее гораздо. Гораздо сложнее стало в этом году. Очень много расчетов появилось новых. То есть, ну, все то же самое, но методика другая. Выполнение. Сложнее гораздо. На протяжении трех дней восемь конкурсантов будут соревноваться в компетенции «Лабораторный химический анализ». 29 ноября ребята ознакомились с техникой безопасности и провели жеребьевку. Сегодня же им предстояло выполнить свои первые задания. Одно из них – это спектрофотометрическое определение смеси веществ. Они должны найти концентрацию того и другого вещества в смеси. Второе задание – это потенциометрическое тетрование также смеси веществ, где они тоже будут определять концентрацию каждого компонента в этой смеси. Завтра будет конкурсный день. Также будут два модуля, только уже другие задания. Завтра – кондуктометрия и рефрактометрия. В среду, ой, в четверг получается, да, там остается еще один модуль, пятый. Это уже будет просто тетрование. Нинецкий аграрно-экономический техникум в этом году представил пять компетенций. Помимо этого, площадки открылись в Наринмарском социально-гуманитарном колледже, Нинецком профессиональном училище и кванториуме. Наталья Дуркина, Антон Водряков, Телеканал «Север». Себя показать и на других посмотреть. Народный ансамбль песни и танца Эрвел Мари из республики Мариэл стал гостем шестого межмуниципального праздника «Заполярное Финоугорие», посвященного Дням родственных финоугорских народов. Праздник по традиции состоялся в Доме культуры поселка Красное. Александра Литкова продолжит. Первым своим номером артисты из Мариэл представили народную марийскую песню, с которой обычно встречают гостей. Этой песней мы, как обычно, в Мариэл у себя, на родине, встречаем гостей. Ну, так же и просто поем в ансамбле. Праздник «Заполярное Финоугорие» проводится раз в два года и посвящен одному или нескольким финоугорским народам. В этом году в центре внимания – марийцы. Коллектив Эрвел Мари с радостью откликнулся на предложение посетить Ненецкий округ. Охотно посмотреть культуру другого народа, даже, можно сказать, в другой точке нашей страны находимся. Это нам интересно. Хотим показать свои традиции, свои танцы, песни. Выступали гости праздника под свои народные музыкальные инструменты. Один из них – тюмор, что-то вроде барабана. На мероприятии также выступили артисты народного ансамбля «Маймбова» и юные танцоры образцового коллектива поселка Красное «Северок». У нас этот праздник стал уже традиционным. Он проводится с 2012 года «Заполярное Финоугорие». Мы знакомим население муниципального образования с разными народами, именно те, которые входят в финоугорскую группу. Ярмарка продажа сувениров, мастер-классы, фотовыставки и этнодискотека – обязательные составляющие праздника. Мероприятие состоялось с учетом всех действующих в регионе ограничительных мер. Наполняемость зала – 30%. Концерт прошел очень здорово. Нам все очень понравилось. Мы очень рады, что такие концерты проводят, даже если идет пандемия. Да, интересно было на них смотреть. Танцы, какие-то движения – это все такое. Никак у нас. Правда, очень понравилось. Дни родственных финно-угорских народов, самобытная и уникальная культура которых непосредственно связана с сохранением родного языка и традиционного образа жизни, отмечают в нашей стране с 1991 года. В завершение праздника творческие коллективы получили заслуженные награды и грамоты от окружных властей. Александра Литкова, Антон Водряков, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Добрая аптека. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире. Продолжение следует.